В летнюю жару с трудом думается о зимних холодах, но они неминуемы. Два-три месяца каких-то пролетит незаметно и наслаждаться мы будем уже не теплым речным песочком, а теплыми батареями. Об этом сейчас заботятся Ахтубинские коммунальщики и самый главный из них Александр Новицкий сегодня у нас в студии. Здравствуйте, Александр Дмитриевич. Добрый день, Татьяна. Трубы, котлы, задвижки, котельные – ваш любимый лексикон. Это мой любимый лексикон, с которым я сталкиваюсь буквально каждый свой рабочий день. Что ж, поговорим тогда, да? Фронт работ большой сегодня? Фронт работы большой, ежегодный. Я думаю, начнем мы с того, что буквально по завершении отопительного сезона по действующим правилам разрабатывается план подготовки к очередному осенне-зимнему периоду. Действующий год у нас не стал исключением. Буквально с середины апреля мы начали разрабатывать уже план мероприятий подготовки к отопительному сезону 2024-2025. Одно из главных направлений, которые мы разработали, буквально внедрили в этом году, это проведение гидравлических испытаний, опрессовки внутренней системы теплоснабжения по нашим социальным объектам. Данное мероприятие является обязательным, но из-за отсутствия финансирования нас такие мероприятия проводились не всегда по Ахтубинскому району. В этом году были найдены финансы и буквально 1 миллион 200 тысяч рублей из бюджета Ахтубинского района были направлены для проведения гидравлических испытаний системы теплоснабжения наших школ. Это большая сумма? Эта сумма считается, конечно же, большой в связи с ограниченностью бюджета, 1 миллион 200. Поэтому, соответственно, у нас буквально с июня эти работы уже начались. Специализированная организация подает систему теплоснабжения, у нас давление выше, чем рабочее, чем то, которое у нас подается в отопительный период в систему теплоснабжения. Как следствие, определяются дефектные участки, то есть там, где система не выдержала испытаний. Сдается дефектная ведомость, осмечивается, и, соответственно, для того, чтобы система теплоснабжения зимой работала штатно, проводятся восстановительные работы. То есть восстанавливаем ее целостность по итогу опрессовки. Но уже какая-то картина вырисовывается? Вырисовывается, верно. У нас буквально сейчас уже по двум школам есть дефектные участки. Это школа номер 5 в Петропавловке и Золотуха. Вот буквально по ним уже есть ведомость работ. Сейчас составим смету, и до начала нового у нас отопительного сезона, соответственно, работы будут проведены. Опрессовка продолжается. Буквально еще недели-две завершится. Я думаю, уже сложится более ясная картина. Но оперативно в течение месяца-полутора мы эту работу проведем. А как много социальных учреждений на балансе района? У нас 38 школ на балансе Ахтубинского района. И большинство из них у нас подпадает под опрессовку, соответственно, вот по тем правилам, которые я озвучил выше. Соответственно, у нас будет уже к отопительному сезону будет соответствующий акт о том, что у нас школы прошли соответствующие испытания системы теплоснабжения. И можем с уверенностью заявлять, что конкретные у нас школы и их большинство у нас будут прошли эту процедуру и готовы к очередному отопительному сезону. Также отметим, что у нас буквально в январе текущего года мы вот через средства массовой информации давали данные о том, что у нас была проблема с отоплением школы номер 3 в Петропавловке. Вышла из строя крыльчатка дымососа. И, соответственно, у нас буквально были трудности с поставкой теплоснабжения. Хоть мы из этой ситуации вышли, но потребовалась у нас замена котла угольного. Поэтому у нас была выделена сумма порядка миллиона рублей на это приобретение нового угольного котла для данной школы. Котел уже поставлен из Барнаула. И вот уже буквально в настоящее время сейчас будут готовиться работы по подготовке бетонирования площадки для его установки и на последующий монтаж. То есть к сентябрю мы надеемся, что у нас будет стоять новый угольный котел на третьей школе. Проблем прошлогодних у нас не повторится. А также нам была подана заявка у директора девятой школы по ремонту двух тоже угольных котлов. Подчеркнул, что это не замена, а ремонт. Сумма гораздо меньше. Сумма у нас в бюджете имеется. Поэтому тоже буквально в течение месяца полутора будет произведен ремонт двух котлов в школе номер 9. Следующий момент. Мы буквально в конце сезона отопительного, это было уже начало апреля, столкнулись с нештатной ситуацией по нашей школе в пологом замещи. От нашей газовой котельной в этом участке идет тоже теплотрасса, и буквально которая у нас дала течь. У нас буквально 5 апреля там уже был завершен сезон по этой школе. И соответственно вот сейчас мы тоже будем производить ремонт участка, чтобы теплотрассы, именно не внутренней системы теплоснабжения, а теплотрассы от котельной до школы, тоже буквально до октября мы эти работы проведем, опрессуем, чтобы у нас не повторилась ситуация, которая у нас была в завершении прошлого сезона. Поэтому такие у нас крупные мероприятия. Вместе с тем, по действующим требованиям Ростехнадзора с прошлого года, у нас является обязательным наличие аттестации ответственных лиц в социальных объектах, аттестация по обучению в плане эксплуатации тепловых энергоустановок. В прошлом году, буквально в конце октября, мы аврально проводили обучение, аттестацию всего персонала школ, которые ответственны за эксплуатацию, для того, чтобы наши городские поселения, город Ахтубинск, Верхний, Нижний и Баскунчак, получили паспорт готовности. Это является тоже необходимым требованием. Но для того, чтобы нам в этом году также в ППХ эти работы не проводить, у нас поставлена задача протокольная, чтобы до 1 сентября все ответственные лица обучились и сдали соответствующую аттестацию в органах Ростехнадзора Нижнего Украинского управления. Поэтому вот такие у нас важные мероприятия, которые у нас проводятся, я думаю, что уже в начале октября, мы отчитаемся, что у нас уже все готово, и мы уже можем смело входить в отопительный сезон. Вместе с тем, по городу Ахтубинску у нас также проводятся работы по подготовке к отопительному сезону, по нашим магистральным сетям. Они являются у нас, также дефектные участки были составлены по итогам опрессовки. Опрессовка у нас была еще в весенний период времени. К котельной у нас готовится, в том числе ревизия запорной арматуры, замена участков. Вот у нас даже есть, вы знаете, что в микрорайоне у нас на прошлой неделе 4 дня мы сидели без горячей воды. Соответственно, это тоже мероприятия, которые проводились в плане подготовки к отопительному сезону. Необходимым мероприятием это проверка работоспособности наших дымоходов, вентоканалов, многоквартирных домах, там, где используется газ. И то, чтобы у нас был заключен договор интернетехнического обслуживания интердомового газового оборудования. Это очень акцентируется у нас на этот момент. Мы знаем, что у нас бывают в нашей необъятной России всякие случаи с газовым оборудованием. Для того, чтобы это исключить, поэтому это очень четкий взор руководства Астраханской области. И, соответственно, мы это неукосительно исполняем. Единственное, что у нас по городу есть порядка несколько десятков домов многоквартирных, где отсутствует управляющая компания. Есть тонкости заключения данного вида договоров. Поэтому работа активизируется. Я думаю, что к началу сезона все работы будут проведены по верхнему и нижнему баскунчакам. У нас тоже есть дома, где соответствующий у нас газ внутри многоквартирных домов. Договоры у нас все заключены. И техобслуживание проводится в штатном режиме по разработанному ранее графику. Также жители города нас волнует вопрос, как организация будет входить в отопительный сезон по городу, поскольку Ахтубинский водоканал у нас является банкротным предприятием уже не первый год. Заверяем всех жителей, что в очередной отопительный сезон у нас входит также Ахтубинский водоканал, который сейчас проводит все необходимые мероприятия, подготовки, и они смело входят уже в осенний-зимний период. Поэтому беспокоиться жителям по подготовке соответствующей системы теплоснабжения подачи тепла зимой не стоит. Информация хорошая, она не может не радовать. Единственный вопрос у меня, как сегодня обеспечена коммунальная служба района, техникой, кадрами, что у нас есть, все в наличии, оборудование, которое необходимо для того, чтобы проводить вот эти все мероприятия? Конечно же, у нас кадровый состав уже в нашей коммунальной сфере уже работает не один десяток лет. Конечно, снова кадры приходят, их немного, но все держится на том базовом персонале, который уже, наверное, с прошлого века, соответственно, работает в этой сфере, которому мы очень-очень благодарны за их усердие. Опытные специалисты. И преданность своей работе, безусловно. И когда у нас проводится день коммунального хозяйства в марте, я всегда на это акцентирую внимание. Первое, очень слава благодарности, что в любой период времени, и зимой, и летом, и 24 часа в сутки, всегда на связи. Не всегда все получается, признаем, потому что не волшебники. Но, опять же, понимаем, что делается, я точно знаю, что делается максимум усилий для того, чтобы нам, соответственно, сделать по максимуму, подать ресурс населению нашего города и района. Но вопрос задан по технике тоже очень правильный. У нас сейчас во всем Ахтубинском районе, конечно же, наблюдается дефицит необходимой коммунальной техники. На этом мы акцентировали внимание не раз. Мы писали руководству области обращения. И вот неоднократно также в этом году, как мы знаем, что руководство нас должно поддержать, руководство области, а именно Игорь Юрьевич Бабушки, наш губернатор. Поэтому мы очень надеемся, что у нас, соответственно, в этом году возможность финансирования, лимиты для закупки техники, самой хотя бы даже элементарной. В первую очередь, это экскаваторы. У нас проблемы с экскаваторами просто очень серьезные. Мы, как Ахтубинский район, нанимаем эту технику. Поэтому мы надеемся, верим и надеемся, что нам средства будут выделены, потому что сумма немалая, и нас руководство области поддержит. В этом очень важном, социально важном вопросе. Действительно, очень важно, поскольку коммунальная жизнь – это огромная часть жизни и обычных людей, и различных учреждений, предприятий. Ну что ж, приятно слышать, что уже сейчас в разгар лета нужные работы проводятся, и в капитальный сезон мы должны вступить благополучно. Верно. Спасибо большое. Ждем от вас и дальнейших хороших новостей. Будем вас всегда. Редактор субтитров А.Семкин